Мы прямо сейчас продолжим эту тему. В нашей студии гость, генеральный директор дирекции универсиады 2019 Максим Уразов. Максим, добрый вечер. Спасибо, что пришли. Глава города назвал универсиаду в Алматы неповторимой. Вот изучив то, как это было в Казахстане, мы сможем сделать еще более неповторимый универсиаду? На самом деле наши коллеги, наши друзья из Алматы сделали очень хорошо организованную универсиаду. Они построили очень много спортивных объектов, деревни универсиады. Нам придется очень много поработать, чтобы повторить этот опыт. Но мы уже сейчас можем сказать, что по многим вопросам мы готовы их превзойти. Тем более мы с ними договорились, что они готовы уже в ближайшие месяцы приезжать к нам, делиться как положительным, так и отрицательным опытом. Поэтому мы вместе можем сделать эту универсиаду еще лучше. Та инфраструктура, которая создается в городе Красноярске, та деревня универсиады, которая будет создана, компактность размещения объектов. Потому что все-таки даже Алмате не удалось повторить то, что некоторые объекты очень сильно разбросаны от деревни универсиад. У нас все объекты находятся в черте города Красноярска. Это возможность транспортной логистики более быстрой, возможность более удобного перемещения зрителей между объектами. Поэтому здесь, я думаю, что у нас есть все возможности еще сделать шаг вперед, еще сделать универсиаду более качественно организованной и удобной и для спортсменов, и для зрителей. Но многие отметили еще достаточно такую грандиозную церемонию открытия. И многие опять же засомневались, а у нас так получится? Потому что каждый раз каждое соревнование масштабное, что называется, повышает планку. Вот у нас так получится? Ну у нас, во-первых, конечно получится, потому что у нас будет новый современный стадион, у нас будут использоваться еще более современные технологии. Я бы не сказал, что каждый раз технологии двигаются именно на шаг куда-то выше. Они становятся другими, появляются новые технологии. Где-то становятся более массовыми, где-то более технологичными. Наша задача пока сделать так, чтобы церемония запомнилась. Чтобы благодаря церемонии люди увидели Красноярск, увидели Красноярский край, увидели Сибирь. Потому что многие даже в презентационном ролике, когда мы это показывали, всех очень сильно привлекают о том, что в центре Сибири, в центре России есть современный город, в который можно приезжать и проводить спортивные мероприятия. Церемонии открытия и закрытия будут на международном уровне, и после них нас запомнят навсегда. Если есть секрет, когда подготовка к церемонии открытия уже начнется? Вот два года осталось до церемонии открытия. Она уже сейчас идет, на самом деле, полным ходом, начиная от того, что сам объект возводится, и идутся работы, связанные с техническим оснащением стадиона. Второй процесс. Сейчас буквально в течение нескольких месяцев будет определенный режиссер церемонии. Тоже ведутся консультации, разрабатываются концепции, ведутся консультации на уровне Федерального оргкомитета. Я думаю, что в ближайшие месяцы будет определенный итоговый режиссер. И уже будет выбрана та концепция, которую он уже наработал, и мы начнем ее реализовать. Скажу, что, конечно, не будут многие вещи обсуждаться публично, потому что все-таки в церемонии должны быть какие-то загадки, должны быть какие-то изюминки. Поэтому я думаю, что вот уже прям с лета можно будет уже быть уверенным, сказать, кто у нас режиссер. и подготовка к церемониям выйдет на финальную линию. Скажите, если определить некие три вещи, которые вы, увидев в Алматы, поняли, что вот это точно нужно взять на вооружение, потому что мы об этом еще не подумали или думали иначе, а на практике получилось по-другому. Вот какие-то такие конкретные, понятные вещи? Ну, первое, это транспорт, потому что мы увидели, как организована транспортная схема, и еще больше понимаем, что комфортное перемещение, что это очень важно для всех организаций игры. Это и судьи, это важно, чтобы спортсмены вовремя приезжали на объекты, поэтому транспортное обеспечение – это одно из самых важных направлений. Второе, мы еще больше убедились в том, что комфортное пребывание спортсменов в деревне универсиады – это очень важно. Алматы впервые сделали деревню универсиады в рамках зимних универсиад. До этого все в зимних универсиадах размещались в гостиницах, в отелях, и это было не всегда удобно, потому что очень важно, чтобы сервисы, медицина, питание – все организовалось в одном месте. Поэтому мы здесь еще больше убедились, что мы правильно двигаемся, что всех размещаем в едином кампусе, и опять же таки, это будет наследие для Сибирского федерального университета. И третий тезис — это важно соединение инфраструктуры, создаваемой, с качественной подготовкой персонала, потому что еще больше убедились о том, что современные объекты должны быть укомплектованы современными кадрами, все оборудование должно работать, люди должны понимать, что они делают, потому что построить объект — это полдела, а важно, чтобы на нем был современный персонал, и они понимали, что делать. И это мы сможем оттестировать уже в рамках первых тестовых мероприятий. Ну вот как раз про первое тестовое мероприятие, осталось мало эфирного времени, в марте в Красноярске проявляют чемпионат мира по спортивному ориентированию. Вообще, насколько это будет масштабное мероприятие, и какие вещи вы планируете проверить как раз накануне университета? Ну, в рамках существующей политической ситуации чемпионат мира для России — это уже масштабное мероприятие. Сейчас заявляется там более 20 стран, и это страны практически всей Европы, все лидеры Международного первенства по спортивному ориентированию, для нас это очень важно. Поэтому это масштабное мероприятие. Мы специально на него заявились заранее, за два года, чтобы именно не за год, как обычно практика принята, а за два года уже получить первые, скажем так, недочеты, которые можно будет исправлять. Мы планируем оттестировать практически все сервисы, только в меньших объемах. Это и питание, и размещение, и культурные составляющие, и протокол, и судейство, и хронометраж. Поэтому практически все 49 функциональных направлений подготовки к университете мы сможем на чемпионате мира оттестировать в небольших размерах. У нас будет потом время для того, чтобы как раз внести корректировки, и уже в 2017 году, в конце 2017 года, сделать вывод из этого первого мероприятия. Но важно, что первое тестовое мероприятие, это не какое-то рядовое событие, а это взрослый чемпионат мира. Поэтому я приглашаю всех красноярцев, приходите, в марте мы сможем поболеть за красноярцев, за россиян в таких серьезных баталиях на международном уровне. Ну и заключительный, очень короткий вопрос. Был передан флаг Красноярску, и, по-моему, все наконец поняли, что универсиаде точно быть в нашем городе. Вот после передачи флага не страшно, что осталось всего два года? Нет, на самом деле для нас передача флага это было больше символическое мероприятие, потому что мы давно уже понимали, я неоднократно говорил, что обратной дороги нет. Ну да, теперь мы следующие, больше внимания будет теперь уделять Международная Федерация студенческого спорта для нас. И на самом деле два года это время, когда мы должны каждый день уделить подготовке к играм. Но определенное волнение мы испытываем, но на самом деле все двигается по плану, и мы все сделаем, объекты построим вовремя, их оттестируем и качественно примем зимнюю универсиаду. Спасибо большое. Максим Уразов, директор дирекции по проведению универсиады 2019 в Красноярске был в нашей студии.